Еще одно уголовное дело завели в отношении Гарата Сатабалдыулы. Теперь уже по факту отмывания от доходов, полученных преступным путем. Новые подробности скандального дела сегодня озвучили в Антикоре. Дело уже направлено в суд. Впрочем, это не весь перечень обвинений в адрес бизнесмена. Сатабалды также увеличили в неуплате налогов. По этим фактам досудебное расследование продолжается. Другие подробности в Антикоре не сообщают. На преступно добытые средства и прибыли от противоправных денег Гарата Сатабалдыулы приобретал различные имущества, в том числе за рубежом. Размещал деньги на счетах в банках на территории Казахстана и за границей. Это дело сейчас находится уже в суде. Есть еще один эпизод по факту уклонения от уплаты налогов. В этом отношении по данному факту досудебное расследование продолжается. Между тем, общая сумма незаконных активов только по делу Кайрата Сатабалды уже составила почти 650 миллиардов тенге. В их числе здания, эксклюзивные драгоценности, люксовые дома, а также различные акции и доля участия в компаниях, в том числе из-за рубежа. Сатабалды уже больше года отбывает наказание в колонии общего режима. Суд приговорил его к шести годам лишения свободы за хищение в особо крупном размере. Правда, в декабре прошлого года страна защиты бизнесмена подала ходатайство об условно-досрочном освобождении. Но суд отказал из-за того, что поведение осужденного в колонии не является безупречным. А вот другой осужденный за коррупцию на 8 лет, бывший министр культуры и спорта Растанбек Мухаммеде Оле теперь обвиняется в попытке присвоения школы. В Антикуре сообщили о новом эпизоде в уголовном деле экс-чиновника. Помимо рейдерского захвата гостиницы и попытки дачи взятки, суд рассматривает причастность Мухаммеде Оле к незаконной приватизации спортивной школы. Напомним, новый судебный процесс длится с сентября прошлого года. По эпизоду хищения бюджетных средств в отношении Растанбека Мухаммеде Оле в сумме 221 миллион тенге приговор уже состоялся. В данный момент есть еще эпизоды, дополнительные эпизоды по хищению бюджетных средств в особо крупных размерах и незаконной приватизации школы высшего спортивного мастерства. Следующий эпизод это рейдерский захват гостиницы и покушение на дачу взятки. По всем ним дела находятся сейчас на рассмотрении в суде. Продолжение следует...